Практическая психология Практическая психология То есть, если семейные пары долгое время ставят такой диагноз, как бесплодие, то там активно подключается психотерапевт, психолог. Говорят, что и в нашей стране это тоже уже так приемлемо. Но тем не менее, не так, я бы сказала, распространено. Как часто к вам обращаются клиенты вот именно с такой темой? Честно говоря, нечасто. Больше внимания уделяют при женских консультациях группам беременных, направленных на релакс. А вот так, чтобы разбираться, в чём причина бесплодия, вот этого, к сожалению, нет. Хотя мы с вами прекрасно знаем, как специалисты, о том, что психологические факторы бесплодия, они имеют место быть и... И они очень серьёзные. И они очень серьёзные. Давайте именно об этом сейчас и поговорим. Итак, какие же причины специалисты выделяют, какие психологические факторы бесплодия мы с вами знаем? Ну, это... Я вот выделяю два фактора. Во-первых, это травматический опыт самой матери. То есть... То есть женщины сначала. Да, женщины, у которой есть дочь, у которой как раз-таки уже психологическое бесплодие. Второй фактор – это травматический опыт вот самой вот этой женщины, конечно, уже помноженный на травматический опыт её мамы. Давайте попробуем примеры прямо, да, из жизни такие, если можно, приводить. Потому что для кого-то, ну, например, для наших слушателей травматический опыт – это непонятный термин. Согласна. Ну, вот, например, маленькая девочка, на её глазах родители ссорятся и разводятся. Ей ничего не объясняют, для неё непонятно, почему её бросает папа, почему мама переживает, к ней внимания на неё никакого не обращает. Превращается в такую мёртвую, холодную маму, да? Да, психологический термин. Вот, девочка замыкается на себе, и в результате, когда идёт её... Становление как женщины. Как женщины, да. Она... Вспоминает все те переживания мамы. Совершенно верно. И находится в стрессе, то есть в неком психологическом напряжении. А стресс – это что? То это выброс адреналина и, соответственно, мышечное сжатие полностью сосудов, органов и так далее. Ну, то есть это психологическое состояние, которое отражается на физике, да, на нашей сайте? Да, 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 да. И вот, пожалуйста, мы уже видим одну из причин этого психологического фактора, вот этого самого бесплодия. Хорошо, вот можно даже так опять-таки назвать – психогенное бесплодие или глубокие психологические травмы детства, разводы, тяжелые воспоминания, например, некоторые клиенты называют, вспоминают о том, что они были в детстве изнасилованы, да, и вот это повлекло собой. Ну, это уже, да, это уже очень такой травматичный опыт. Как раз такое явление, как бесплодие. Какие ещё у нас есть причины? Ну, например, восприятие ребёнка негативное. То есть могу даже на своём опыте привести. У меня родился брат младше, он 4 года меня младше, и он родился очень болезненный. Мама переживала за его здоровье, да, но при этом мне-то ведь ничего не объясняли, что вот он болеет, что мама переживает. И в результате я в таком уже студенческом возрасте поняла, что маленьких детей я почему-то боюсь. И вот когда стала разбираться, вот вышла как раз-таки вот именно на это. А если бы я не поняла, то, соответственно, бы это могло отразиться на моей беременности, как бы на моём ребёнке. Ну, к счастью, ребёнок у меня... Жизнь здоров и всё хорошо, да? Растёт, да. Вот, Юля, ещё, знаете, вот бывает такое, например, клиентка приходит и говорит, вот я вроде бы хочу стать мамой, но мне нужно, чтобы у меня был идеальный мужчина, мне нужно, чтобы у меня была идеальная квартира, чтобы процесс моей беременности происходил идеально. И вот она вот этого хочет уже на протяжении, там, десяти сначала лет, потом двадцати лет, и она вроде бы уже нашла этого идеального мужчину. И вроде бы у неё уже идеальная квартира, где может этот ребёнок родиться и жить, да? А ребёнок никак не появляется на свет. А ребёнка нет, потому что на самом деле у неё внутренний страх. Вот закрытая ориентированность вот на этот вот идеал, она как раз-таки говорит о том, что женщина боится. А чего она боится? То ли сложной беременности, то ли каких-то вот, ну, действительно, общаться с ребёнком, то ли ещё чего-то. Следовательно, когда мы откладываем вот эту беременность, да, вроде бы желанную, на потом, на потом, это опять-таки по вопросу к себе лично, да, почему ты откладываешь её, по каким причинам, да, чего ты боишься. Вообще тема страхов, тема страхов, она прямо психотерапевтами выделяется как психологический фактор бесплодия отдельно, да? Какие бывают страхи у женщин? Страхов, на самом деле, там очень много. Начиная с того, что я изменюсь внешне, физиологически, да. Муж всегда была 44-го размера, а тут я раз и должна до 46-го, да? Да, муж меня разлюбит, бросит, во время беременности, в смысле, во время родов у меня ребёнок может погибнуть, или я могу погибнуть. И вот эти вот амбивалентные чувства, они терзают женщину как до беременности, так могут, кстати, и во время беременности, если она забеременеет. Ну, это считается нормальным состоянием, да, но у некоторых это принимают такие глобальные, достаточно серьёзные, как бы, размеры, да, и в итоге получается, что, в принципе, женщина или один на один остаётся со своими страхами, да, или она может идти к психологу-психотерапевту и эту тему просто проработать. Совершенно верно, но вот современность такова, что она остаётся сама с собой, со своими страхами, потому что, ну, чем учат? Учат снимать напряжение во время родов, учат дыхание, то есть как бы внешним таким мотивом, а то, что вот те переживания, которые есть внутри, да, они всё равно остаются, и они выливаются либо на саму беременность, либо после беременности, на состояние женщины. После родовой депрессии. Хорошо. Ещё один из факторов, давайте мы с вами назовём, это социальный, я тогда его называю. Современный такой фактор. Современный фактор. Расскажите нам о нём. Ну, то есть сейчас же женщине позволено... Многое. Многое. Действительно. Сейчас не XIX век, не XVIII, поэтому она активно строит карьеру наравне с мужчиной. И вот этот вот диссонанс, огромное желание. Да, между желанием иметь семью и ребёнка и строить карьеру тоже может вызывать вот как раз-таки бесплодие. Бесплодие. А всё от того, что вроде бы у нас с вами в итоге-то получается неразрешимый конфликт желаний, да, это то, что порождает и развивает психосоматическое бесплодие. То есть женщина хочет и того, и другого. Да, в результате начинается конфликт, и всё замирает. Хорошо. Давайте поговорим, не только ведь есть женское бесплодие, да, у нас есть такая тема, как и мужское бесплодие. Есть ли там какие-то психологические факторы? Или там больше, чаще всего, физиология? Ну, там, конечно, есть тоже травматический опыт, потому что, вот если посмотреть нашу историю российскую, в общем-то, как бы мужчины из неё немножко выпали все на войну, на защиту Отечества. И поэтому вот такого передачи опыта отцовства, передачи вот этой вот мужественности не происходит. То есть как бы мужчины у нас обычно немножечко в стороне. И как часто бывает, что, например, женщина одна воспитывает, да, мальчика, и у него нет примера, каким должен быть отец, я даже не знаю, да? Да, и у ребёнка может быть обида, что куда это у меня папа ушёл, может быть вот какое-то внутреннее решение, что я вот остаюсь мамой, и всё, у меня больше как бы поддерживаю маму, других женщин у меня не будет. Но чаще всего я вот, я бы всё-таки отнесла к физиологическим причинам, то есть это здоровый образ жизни, который потом сказываться надо на физиологии. Хорошо. Но ещё у нас, наверное, есть вот такая одна из причин, да, которые имеют большой такой процент, по крайней мере, когда я читала по исследованиям, нежелание брать на себя ответственность, да? Это ведь не только с точки зрения, то есть мужчина не готов стать отцом, да, и он это чувствует не только на уровне, на уровне вот, да, физиологии и психологии. Но и на уровне подсознания, на уровне тела. Совершенно верно. Но дело в том, что тут есть очень интересный момент. Если женщина рождается уже сформированным материнским инстинктом, то есть девочки, можно посмотреть, они уже начинают кукол откачать, там спать укладывать и так далее, то у мальчика, у мужчины вот отцовство, вот этот инстинкт и, соответственно, ответственность за семью, он начинается вот сначала как бы обсуждение о том, что у них вот будет ребёнок. А когда женщина беременеет, то у мужчины, ну, тоже исследования были, параллельно также повышается уровень окситоцина, гормона нежности и радости и любви, и он становится более нежным, более трепетным и более выносливым, кстати. Отлично. Хороший. И более ответственным. Вот такой вот парадокс. Но при этом всё зависит от того, насколько пара готова общаться, обсуждать вот эти проблемы, видеть вот этого ребёнка, который у них должен появиться, да, и общаться с ним. Если вот эта готовность есть внутренняя, то причин для бесплодия не бывает обычно. А если готовности нет, если конфликты в паре, то могут быть и проблемы. Ну, вот печально статистика, говорят, что если в течение трёх-четырёх лет у семьи нет ребёнка, то сюда им ставят вот такой, например, диагноз, как бесплодие, то эта семья может распасться. Да. В то же время, да, мы с вами видим в нашем современном обществе, когда женщины рожают детей и воспитывают их, ну, буквально там, муж, например, ушёл там в течение первых двух лет, да, и женщина справляется с этим. Ну что, мы с вами сейчас разобрались с причинами, психологическими аспектами бесплодия. А тем не менее, давайте, вот, например, приходит к вам женщина на консультацию и говорит, что да, я бы хотела иметь ребёнка, муж у меня тоже об этом мечтает, но вот никак не получается. С точки зрения физиологии врачи всё говорят, у вас всё в порядке. Что мы можем предложить нашим клиентам, да, вот какие методы есть у психологов и психотерапевтов для вот решения такой задачи? Ну, мы начинаем исследовать образ её внутреннего «я», потому что вообще возможность забеременеть, тут сразу накладывается проекция мамы, женщины, когда она была маленькой, и то есть насколько вот это «я» готова быть матерью. Матерью, да. Дальше смотрим, какой образ, во-первых, ребёнка у женщины в голове. То есть задаём вопрос, да, а для чего вам ребёнок? Почему вы хотите его родить? Почему вы считаете, что этот ребёнок должен прийти в вашу жизнь? Или этих вопросов не будем задавать? Будем задавать, да. Конечно, будем. И будем вместе искать ответы. Что для нас это важно? Почему для человека важно ответить на эти вопросы? Интересный вопрос. Чтобы понять своё поведение, потому что свои мысли. Если мы начинаем осознавать своё поведение, соответственно, мы уже простраиваем свои действия какие-то в нужном направлении. То есть если я понимаю, что я боюсь детей, потому что у меня брат болел, а мне мама ничего не объяснила, то у меня уже автоматически немножко как выдох такой, что со мной это всё в порядке. Это просто вот такая была ситуация. Это была ситуация, и вообще она не со мной была, да, и поэтому я её не должна примерять на себя. А у кого-то вот проблема может быть немножко поглубже, и тогда мы формируем вот эту личность женщины, формируем из неё вот этот вот инстинкт материнства. Вот смотрите, вот я так правильно понимаю, вот, например, пример, да, девушка, подросток, подростка, а все мы подростки когда были, да, мы такие неуклюжие, руки не из того места, нас тут, нас постоянно критикуют, нам постоянно указывают, как надо жить, а мы никак не укладываемся вот в эти самые рамки. И вот эта история из жизни, и девочка сгоряча говорит родителям о том, что, ну вот зачем вы меня тогда родили такое? Вот я так никогда не буду рожать детей, потому что, ну, чего же их рожать, если потом вот всё время там ты их пилишь, там, да, их всё время чему-то учишь, они тебя всё равно не слушаются, и, как бы, вроде бы слова сказаны сгоряча, там, может быть, в 16-17 лет, да, отражаются потом на жизни женщины, и она вот только в 43 года родила себе первого ребёнка, да? Ну, по сути дела, это принятое решение уже, то есть это хорошо, что она родила, могла и вообще как бы... Ну, там ведь очень много было и психотерапии, да, и очень много было работы внутренней над собой, чтобы прийти к этому, да, к тому, что мне нужен ребёнок, и я, наверное, не знаю, как там жизнь дальше сложится, да, но, по крайней мере, я слышала такие слова, что я постараюсь, чтобы мой ребёнок потом никогда мне сгоряча не сказал таких слов, да? Это, вы знаете, самопророчество, да, я никогда не рожу детей, да? И вот, пожалуйста, женщина потом на протяжении, там, 25 лет ходит с диагнозом бесплодия. Либо рожает с проблемами болезненного ребёнка и так далее. Вот смотрите, всё это вообще в силах исправить, да? Ну, чаще всего, да. Чаще всего, да, да. То есть мы с вами говорим о том, что есть физиологические причины для бесплодия, есть психологические причины для бесплодия. Если же у нас и там, и там мы наблюдаем, что, в принципе, в физиологии всё в порядке, да, с психологией, с душой, я всегда говорю, работать можно, да, с душой можно договориться, душу можно излечить. Можно. Поэтому мы сейчас, общаясь как бы с Юлией Пономарёвой, кстати, у человека написана книга, вот мы очень, мне бы очень хотелось, чтобы вы нам рассказали, как родить здорового ребёнка и сохранить счастливые отношения с мужем, чтобы вы нам рассказали про эту книгу, потому что она как раз имеет отношение и к нашей сегодняшней теме. Эта книга относится к тем женщинам, которые уже забеременели. И помогает им, во-первых, снять эмоциональное напряжение, то есть там рассматривается немножко история, вообще, как раньше относились к женщине, когда она беременна, то есть с трепетом, с таким сволнением. Считалось даже, что она помечена печатью Бога, то есть если женщина другая не могла забеременеть, она даже приходила, там, к животу прикасалась, вот. На стульчике, я знаю, у нас коллеги сидят, да, которые очень хотят, потому что это дело такое, серьёзное. Вот. И рассказываю, как можно расслабиться. То есть привожу вариант арт-терапии, то есть работа с тряпичной куклой, с нашей русской. А также... Которая потом уже, кстати, берёт обережной куклой, да? Да, она же и обережная. То есть если мы вкладываем туда наши эмоции, какие-то пожелания, это уже, собственно говоря, наш оберег. И как выстраивать отношения с мужем так, чтобы не было конфликтов. И, наоборот, вот возникало понимание, взаимопонимание. Ну да, потому что когда женщина в положении, конфликты, они сами по себе появляются, да? Потому что совсем другое положение у тебя оказывается, да? Ты совсем другими глазами смотришь на этот мир. Мир меняется, мир растет внутри тебя. Женщина в положении, у неё амбивалентные эмоции. То есть у неё много позитивных эмоций, что вот она ждёт ребёнка, что она скоро станет мамой, и что вот у них семья расширится. А с другой стороны, всё равно страхи, вот о которых мы говорили, они присутствуют, они никуда не уходят. И поэтому вот это вот ожидание самого момента, как всё пройдёт, беспокойство, то есть она вот постоянно находится в таком вот балансе. То хорошо, то не очень. А ведь ещё вот, кстати, когда мы говорили про причины бесплодия, одна из причин, которую, например, я часто наблюдаю, это когда, знаете, вот женщине нужно, чтобы ребёнок был, например, именно девочка там, или именно мальчик, чтобы родился вот лучше бы всего вот именно под этим знаком зодиака, потому что я знаю все характеристики, и они идеальны, да? И чтобы вот был такой цвет глаз. И вот в итоге получается, а ребёнок родился, да? Женщина смотрит, а что ты не... я не это ожидал. Или папа говорит, да, даже на меня не похож там, да? И ещё что-то. Вот эти моменты, они же тоже приводят, да, к конфликтным ситуациям в семье? Ну, они, конечно, приводят. И тема ожиданий всегда, да? Тема ожиданий. Но тут всё зависит от того, готовы ли родители общаться между собой, договариваться. И принять ребёнка своего, безусловно. И общаться, да, со своим малышом в животе. Потому что нервная трубка, то есть, собственно говоря, головной мозг закладывается на первом месяце. И уже вот в первый месяц внутриутробного развития ребёнок чувствует очень многое, и воспринимает он как бы очень хорошо все посылы, которые идут в сне. И если женщина находится в длительном стрессе из-за конфликтов с мужем, то ребёнок это воспринимает как боль, и даже личикам показывает, что ему больно и как бы не очень хорошо. Поэтому здесь очень... Вот почему наши предки говорили о том, что к женщине беременной нужно относиться с трепетом, да? Да. Чтобы всё было в позитиве. В позитиве, поддерживать её, говорить ласковые слова. Это очень важно. Ну, кстати, также проводят исследования, что если, например, очень долгое время у семейной пары не было детей, то есть тема бесплодия, да, мы опять-таки немножко к ней возвращаемся, если же они умудряются сохранить вот эти самые душевные, трепетные отношения друг с другом, то вот все эти психологические факторы бесплодия, они очень быстро проходят, да, если люди работают над собой, и в итоге получается тот самый результат, о котором они мечтали, то есть ребёнок появляется. Да, вот сейчас немного так осторожно, прямо, но очень хочется задеть тему. Но когда приходят люди и говорят, что мы понимаем, что мы не можем сами родить ребёнка, мы хотели бы его там усыновить или удочерить. Вот с этими вопросами клиенты к вам обращаются? Нет, это не моя специфика, но у меня коллега, которая работает в этом направлении, делилась, что дело в том, что прежде чем усыновляют ребёнка, там пара должна пройти психологическую подготовку принятию. В обязательном порядке, да. И вот во время этой психологической подготовки, а по сути дела это же самая психологическая работа над отцовством, материнством, пара может даже забеременеть. И таких вариантов очень-очень много. Да. Или, как ещё говорят народы, если вы решили помочь другому ребёнку, то обязательно Боженька вам ответит, поможет вам. Да, это действительно так. Хорошо. Вот давайте немного ещё переговорим, так как вы в этой теме. Женщины, которые впервые рожают, да, то есть идут в роды. Вот эта боль во время родов, вообще ответственность принятия того, что я стану мамой, там он станет, например, отцом. Как принять эту ответственность? Потому что на самом деле нас этому нигде не учат. Ну, во-первых, боль во время родов. Дело в том, что вот если рассматривать племена, индейские или какие-то вот такие вот в Амазонке уже, у них женщины рожают практически без боли. Как это так? Дело в том, что природа позаботилась на самом деле о женщине, гормоном окситоцином, опять же, который снимает, вот расслабляет и снимает вот это вот напряжение, помогает вот схваткам и ребёнку быстро пройти через ртовые пути. Окситоцин не расслабляет. Вот я вам как медик скажу, окситоцин, наоборот, сокращает мышцы. Ну да, но при этом он даёт позитивное переживание вот этого процесса. Но он вырабатывается, когда темно, когда в спокойной обстановке, когда никто не смотрит, с вопросами лишними не лезет. И наоборот, есть поддержка. Вот поэтому, наверное, женщины чаще всего рожают ночью, да? Верно. Хорошо. Но вот наши роддома не приспособлены к такому. Почему? Там светло, много людей, персонала. Я говорю так, потому что проводились исследования. Какие-то женщины рожали сами, какие-то женщины рожали дома вместе с мужем. И вот те, которые рожали дома вместе с мужем, там процент вот этой вот боли и процент удовлетворённости от самого процесса, да, он был гораздо выше. Ну, то есть вы сторонница домашних родов, да? Но тем не менее, сами, наверное, не рожали, да, в домашних условиях. Домашних я не рожала. Хорошо. Ну, да, имеем право, как говорится. Но это интересно. Да, в любом случае человек сам выбирает, где ему рожать и каким образом, да? Хорошо, теперь поговорим вот именно о том, как, в каком возрасте нужно, наверное, девочке, девушке, юношу помочь принять вот эту ответственность. То, что ты не просто человек, не просто личность, да, что ты ещё и родился для того, чтобы, например, продолжить свой собственный род. Это 5-6 лет. Это 5-6 лет, да. Вот в этом возрасте мы и будем разговаривать с нашими детьми, да? Ну, а ещё в подростковом возрасте, конечно, надо разговаривать. Это второй возраст, да. Почему мы, например, с вами заботимся о половом воспитании наших подростков, да? Почему мы, например, на законодательном уровне запрещаем вступать в половую связь до 18-летнего возраста, да? Это же тоже с заботой о здоровье, о детородных функциях наших граждан. Поэтому об этом надо говорить, мне кажется, в семье, об этом надо говорить в школе, да? И каждый раз при возможности, когда, например, у меня бывают на консультациях подростки, я всегда говорю о том, что главная задача, которая перед тобой стоит, да, это быть счастливым и дать потомство. Не знаю, конечно... Если он присутствует, причём в данном случае как бы не обязательно физическое присутствие, но если он общался во время беременности с ребёнком, то есть как бы они проводили время с женой, то у женщины возникает вот некое, скажем так, ощущение поддержки и принятия, что с ней всё нормально, что её видят, любят и ценят. И тогда она, ну как бы у неё снижается вот этот вот уровень стресса, и она рожает более легко, даже если в роддоме, даже если одна. Да. Ну, то есть главное чувствовать, что человек, который будет отцом этого ребёнка, да, что он рядом с тобой при любой ситуации, да, при любом раскладе, он тебя поддержит, он тебя принимает, он тебя уважает и любит. Вот это, да, вы видите значение. Хорошо, но сколько у нас случаев было, когда, например, мужчины, ну вот если говорить про семейные роды, да, опять-таки, когда мужчины были совсем не готовы к тем явлениям, которые они увидели на семейных родах, да, то есть как женщина, что женщина страдает, что женщине действительно больно, что женщина страдает не только психологически, да, но и физически рожает в моках, и оказывается, что женщина намного сильнее в этом отношении, чем мужчина. Поэтому я всё-таки, если вы берёте мужа в роды, да, то тут, наверное, тоже нужна психологическая подготовка. Подготовка обязательно, да. Обязательно, от этого никак, да. Ну что, вот какая у нас сегодня получилась программа. Сегодня мы говорили о причинах бесплодия. Или есть ещё какие-то методы... А, давайте ещё поговорим, конечно же, я вот совсем не забыла. Что на помощь у нас, какие методы приходят? Вот вы уже там немножко про артерапию поговорили, да? Здесь больше идёт системная семейная терапия. Я имею в виду не расстановочный метод, а именно рассматривание самой системы семейной. У женщины что происходило с детьми, с родами, с семьями? То есть как бы сохранялись они, не сохранялись, были конфликты, не было конфликтов. И когда вот это вот разбирается как... разматывается как клубочек, когда снимается эмоциональное напряжение у женщины, убираются вот эти вот внутренние вот стереотипы восприятия негативные семьи или ребёнка, или самой себя, когда вот беременная, то, собственно говоря, здоровье женщины улучшается только как психологическое, так и физиологическое. Ну а вообще очень много методов, да, у психотерапевта для решения таких задач. Конечно, дополнительно идёт артерапия, гештальтерапия, телесная терапия, то есть работаем по полной программе. Да, инструментарий очень-очень много. Большой. Ну даже, например, давайте вот прямо пример, да, приведём тоже с разрешения уже клиента. Девушка пришла, обратилась с тем, что в течение пяти лет ставят бесплодие диагноз. С мужем мы очень хотели бы иметь ребёнка. И вот вроде как, не знаю, там вот это всё, что связано с психотерапией, очень как-то волнуюсь, очень как-то боюсь. Прямо сразу, да, говорит клиентка. И тогда начинаем просто с элементарных вещей. Вот вам лист бумаги, вот вам карандаши мелкие, да, и вот давайте прямо сейчас представим. Представьте, как выглядит ваш детородный орган. То есть вот матка, как выглядит. И вот девушка берёт и рисует, рисует это в виде какого-то такого серого мешка, в котором огромные-огромные камни. Понимаете, да? И потом начинаешь с ней разбирать, а почему? Почему вот именно так? Почему? Что эти камни означают? Какие чувства в телесности, какие эмоции живут? Да, какие в теле? И вот тут как раз вспоминаются, приходят как раз те самые травмы детства, да, когда там мама всё время говорила, там, ты смотри, только в юбки не принеси, там, да, ещё какие-то вот такие моменты установки, которые при грамотной работе, да, дальше дают уже совсем другие результаты. И вот буквально там пятая встреча, и девушка опять берёт, у неё самое огромное-огромное желание взять мелки и лист бумаги, и она рисует уже этот же свой детородный орган только в виде аквариума, а там живые рыбки. Да, то есть ощущение, вот вроде бы вот она, пожалуйста, это арт-терапия, да, и буквально через несколько дней раздаётся звонок, говорит о том, что на тесте две полоски, и она безумно счастлива, потому что справились с той задачей, которую надо было решить. И это всегда очень приятно. И это всегда очень приятно, да, и вроде бы у клиентов результат. Да, всё было на глазах. Потом, когда уже приходят уже там на седьмом месяце беременности и раскладывают вот эти самые рисунки, рисунки, которые были нарисованы девочкой, которая мечтала стать мамой, да, и женщина, которая уже носит в утробе малыша. И удивляешься, и радуешься, и восхищаешься. Прежде всего, женщиной. Потому что она сделала такую огромную внутреннюю работу с собой, что чудеса происходят, да? Да, совершенно верно. Психолог только сопровождает. Действительно так. Ну что, это у нас с вами, друзья, программа «Практическая психология». И сегодня мы говорили, а мы о многом сегодня говорили, но рассматривали психологические факторы бесплодия, а также немного поговорили о беременности и о родах. Ну, а мне всю эту историю помогла сегодня рассказать семейный детский психолог, автор книг «Двери в сказку» и «Как стать королевой», а также «Как родить здорового ребенка и сохранить счастливые отношения с мужем» Юлия Пономарева. Юлия, спасибо вам большое за интересную программу. Практическая психология